Субтитры создавал DimaTorzok Лучшие детективы города после проведенного расследования пришли к выводу, что вышеуказанная техника движется по направлению ГТРК «Интарь», где по достоверной информации, полученной из компетентных источников, должна состояться запись программы «Турнир Большого Джойстика». Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас, уважаемые зрители, приветствую вас, уважаемые телезрители, и сообщаю, что мы начинаем четвертую игру «Турнир Большого Джойстика». Дело в том, что четвертая игра — это последний шанс кого-то попасть для участия в пятую игру, финальную игру, которая состоится в августе месяце. Не будем долго разговаривать, я приглашаю первую пару, которая сразится на приставке «Сега». Игра им предлагается «Виртуал Рейсинг». «Виртуал Рейсинг на Сеге» — это классические гонки, где перед игроками стоит обычная задача — дойти до финиша первым. Участникам предстоит пройти пять кругов, их количество вы видите в правом углу монитора. Мы не будем показывать вам всю гонку. Вы видели старт и увидите финиш наших компьютерных гонщиков. Как видите, участник под номером один значительно лучше своего соперника управляет автомобилем и обошел его на целый круг. Вообще-то, возможности и графика этой игры максимально приближены к известной игрушке на Panasonic 3DO Zenitho Speed. Гонщик под номером один приближается к финишу. Последнее усилие. И гонщик под номером один финиширует с победой. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Итак, первый победитель у нас определился. Я приглашаю вторую пару, которая будет играть на приставке Super Nintendo в игру College Slam. College Slam — это баскетбол на Super Nintendo. Только в каждой команде играет не по полную составу, а по два баскетболиста. Один бросок может принести два или три очка, в зависимости от того, откуда кидать. Возможности игры безграничны. Можно отнимать мяч у соперника, делать передачи, прыгать, бегать. И даже есть суперброски. Некоторые из них вы увидите. Следует сказать, что, как и в любой компьютерной игре, управление игроками довольно-таки сложно и требует определенной сноровки. Поэтому, если вы хотите показывать красивую игру, как настоящая американская команда из NBA, вам необходимо некоторое время потренироваться. В компьютерных играх рост особого значения не имеет. Однако для баскетбола это немаловажный фактор. И, наверное, именно поэтому победу одерживает игрок, который играл на втором джойстике. Итак, мы поздравляем игрока, который играл на втором джойстике. Он победил достойно и занимает место для участия во втором уровне. Итак, у нас определились два участника второго уровня. Необходим третий и четвертый. Кто будет третьим, решат вот эти гонки, которые называются Super Mario Kart для Super Nintendo. Я приглашаю третью пару. Супер Mario Kart на Super Nintendo это тоже гонка. Тоже задача очень простая. Дойти до финиша первым. По пути надо собирать монетки, обнижать всевозможные препятствия. Ну, если повезет, то, может быть, удастся и не разбиться. Кстати, в этой игре можно развернуться и потерять направление. И непонятно будет, куда ехать. В этом случае наверху появляется на улочке строгий судья, который показывает вам пальцем в небо и угрожает, объясняя, что вы едете не в ту сторону. В этом случае надо развернуться и ехать в другую сторону. Ну, наблюдайте за тем, что происходит. Игрок в одномером один вырывается уже на второе место. Значительно слабее его соперник. Он едет на шестом. Есть такой принцип у гонщиков. Дави на железку, а там как получится. Вот этот принцип не соблюдает игрок под номером 2. Он постоянно останавливается, вылетает на обочину. А зря. Надо ехать просто по асфальту, давить на железку и крутить руль в какую-нибудь сторону. Куда-то да приедешь. Вообще-то для управления автомобилем немаловажное значение имеет посадка. Вот, например, игрок под номером 1 держит джойстик не совсем традиционно. Так ему, наверное, управлять машиной удобнее, но результат налицо. Он уже первый. Финишная прямая. И гонщик под номером 1 побеждает. Он на втором месте, и у вас соперник на седьмом. Спасибо, спасибо нашим игрокам. Определился у нас третий участник второго уровня. Приветствуем нашего победителя. Итак, у нас есть три участника, необходимо определить четвертого. В общем-то, к чему мы сейчас и приступим. Я предлагаю четвертой паре сразиться на приставке Panasonic 3DO в игру BOLS. Болс на Panasonic. Это классическое единоборство. Прекрасная возможность надавать своего сопернику дубиной по голове и развалить его на составные части. В общем-то, больше здесь особо делать ничего и не надо. Отличная графика, прекрасные фаны, великолепная музыка. В общем, все, что соответствует Panasonic 3DO. И комментарии, как говорится, излишни. В нашем турнире принимает участие такая яркая личность в мире компьютерных игр, как Олег Тихопой. Играет он очень азартно, а его соперник, наоборот, очень спокоен. Но, как говорил Карлсон, спокойствие, только спокойствие. И все будет окей. Пока игроки охаживают друг друга дубинами, я дам небольшую информацию. Дело в том, что 10 августа в 9.30 от ГТРК «Янтарь» отходит автобус, который будет двигаться на курскую косу для съемок пятой программы «Турнир Большого Джойстика». Уважаемые победители предыдущих программ, не опаздывайте. Место в этом автобусе специально для вас. Индикаторы энергии в верхней части экрана показывают, что у бойца Олега Тихопоя осталось очень мало энергии. Спокойная игра любящего младшего обеспечивает ему победу. Так оно и есть. Аплодисменты получает наш четвертый победитель. Четвертый победитель, который является четвертым игроком второго уровня. К сожалению, придется занять место в зрительном зале. Ты получаешь кепку победителя, занимаешь место для участия во втором уровне. А мы вернемся в студию через несколько секунд. Условия нашего второго уровня также очень хорошо известны. Но на всякий случай мы их напомним вам, уважаемые телезрители. Родителям наших игроков показываются отрывы какой-то видеоигры. И они должны, не используя никаких слов, только движение, объяснить своим детям, что это за игра. У кого появится версия ответа, тот нажимает на кнопочку. Если он дает правильный ответ, то выходит в следующий уровень. Но если он дает неправильный ответ, он получает штрафное очко. Три штрафных очка вылет со второго уровня. Четыре пары, которые достойно сражались в первом уровне и, соответственно, продолжают нашу игру. Это Чбаненко Артем и его папа Владимир. Гончаров Сергей и его брат Анатолий. Хрупкин Максим и его папа Владимир. И хорошо известны нам по предыдущим играм Любичи Виктор и Юрий. Итак, я приглашаю родителей для того, чтобы ознакомиться с заданием второго уровня. А ребят прошу занять места для игроков вот за этими стоечками с лампочками. Итак, родителям дается одна минута для того, чтобы показать без слов, показать игру своим детям. Готовы? На одно место. Начали. Есть версия ответа? Doom. Совершенно верно. Первое задание было совершенно несложным, тем более, что Doom это очень известная и популярная игра. Если вы помните, в первом турнире большого джойстика мы показывали вам маленький трехминутный фильм про эту игру Doom. А теперь вас в пятой программе ждет новый сюрприз. Мы сняли фильм «Паркгиллер инстинкт». Итак, у нас есть первый победитель. Я приглашаю оставшихся родителей ознакомиться со следующим заданием. Ребята, будьте внимательны. Вообще-то, как вы заметили, на «Панасонике 3DO» существуют не только сами игры, но также вот такие вот рекламные вставки в виде мультфильмов или фильмов. И смотреть их, честное слово, одно удовольствие. А вот и сама игра. И кажется мне, показать ее будет значительно сложнее, чем первую. Гекс — это все-таки не Doom. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, есть версия. Соня, Соня. Неверно. Время, отходишь. Одно штрафное очко. Время для показа закончено. Есть еще версия ответа? Раз, два, три. Версий нет. Меняем задание. Начали. Есть версия. Ты сказал? Нет, неверный ответ. У тебя второе штрафное очко. Продолжаем показ. Есть версия, еще одна. Футбол. А какой? Футбол просто. Просто футбол? Да. Нет, это не просто футбол. Итак, еще 15 секунд для показа. Мне нравится вход ваших мыслей, только поглубже. Так, версия. Американский футбол. Совершенно верно, ты угадал. Итак, Чабаненко, Артем дал совершенно правильный ответ. И выходит следующий уровень. А остальных родителей, взрослых я приглашаю, знакомиться со следующим заданием. Итак, готовы приступить к показу? Начали. Гольф. Гольф. Совершенно верно. Сергей, ты угадал. Итак, Гончаров Сергей будет третьим участником нашего третьего уровня. А мы вернемся в нашу студию через несколько секунд и окажемся на нашем третьем уровне. Условия нашего третьего уровня сегодня будут не совсем обычные. Дело в том, что в доме Дэнди появился вот такой вот переходник, с помощью которого в приставку Super Nintendo можно подключать до шести джойстиков. На третий уровень игрокам сегодня предложена игра Микромашины 2 на Super Nintendo. И вот в нее-то они и будут играть втроем, но не совсем обычно. Сначала будут играть младшие игроки, затем старшие. Победитель той и иной группы выходит в финал вместе со своим партнером. Но если окажется так, что и среди детей, и среди взрослых выиграют представители одной пары, они автоматически становятся победителями нашей игры. Уважаемые телезрители, уважаемые зрители в зале, мы с вами на третьем уровне. И сегодня у нас участниками третьего уровня стали Любич Виктор и Любич Юрий. Чебаненко Артем и Чебаненко Владимир. И Гончаровой Сергей и Анатолий. Условия вы знаете. И я приглашаю на игровую площадку сначала младших участников нашей игры. Прошу. Микромашины — это очень захватывающая и увлекательная игра. Здесь есть маленькая особенность. Чтобы правильно пройти поворот, надо постоянно представлять себя в кабине автомобиля. Как видите, когда машина остается на экране одна и нет соперников, водитель получает бонус или призовое очко. Как только он наберет определенное количество очков и закроет все пустые клетки, которые вы видите в левом углу экрана, он победитель. И нам остается только понаблюдать за борьбой. Звучит музыка. Итак, победу одержал Гончаров. Гончаров Сергей. Я приглашаю взрослых игроков занять места. Итак, заранее можно сказать, если вдруг победу одержит Гончаров Анатолий, то эта пара автоматически становится финалистами нашей игры. Ну а если кто-то другой, значит мы проведем финальную игру между двумя парами. Готовы? Начали! Сражение за финал. Красная машина едет задом вместо того, чтобы ехать прямо. Очень странно. Желтая получает призовое очко. Вообще-то на этой трассе виден вот только маленький ограниченный участок, поэтому предположить, куда будет следующий поворот практически невозможно. Эту трассу надо просто знать. Вот водитель на красном автомобиле вроде бы более-менее адаптировался к дороге и начинает уверенно вести свой транспорт. Это Юрий Любич. Все-таки сказывается опыт и наличие водительских прав. Не первый день ездить. Как вы видите, на столе разбросаны всевозможные предметы, которые надо объезжать. Они создают помехи. А также есть капельки клея, в которых машина застревает. Ну а если вылететь со стола, можно просто шлепнуться. Старт. И Юрий Любич, управляя красным автомобилем, одерживает победу. Итак, победу одержал Любич Юрий. Таким образом, в финале примет участие Гончаров Сергей, Гончаров Анатолий. А также Любич Виктор и Любич Юрий. А теперь игра со зрителями. Условия остаются те же самые, что и в прошлой игре. Я называю какую-нибудь букву, вы мне говорите название игры на эту букву. Но немножко более жестко, чем в прошлый раз. Принимаются только английские названия. Условия всем понятны. Так, какую букву придумать? Долго думать не будем. Всем известный дом Дэнди. Хороший такой магазин. Целых две буквы Д. Вот мы и начнем с буквы Д. Итак, буква Д. Дум Трупперс. Есть. Данки Коу. Хорошо. Дик Дук. Дубль Драгон Батл Топс. Дабл Драгон. Дабл Драгон. Дабл Драгон. Есть. Дикер на Дэнди. Есть. Двойной Дракон. Принимаются только английские названия. Дук Телос. Дюна. Есть. Дак Ледак. Дисер Страйк. Годится. Нет версии. Доктор Марио. Хорошо. Так, есть еще версия. Драг Варс. Есть. Дик Трейс. Есть. Дарк Мэн на Дэнди. Есть. Даг Хант. Даг Хант есть. Дракон есть. Это что за игра? Есть. Диджи Бой. Дэнди. Есть такая игра. Согласен. Дабл Дрибл. Есть. Хорошо. Драгон Лэр. Так это Драгон Юнит одно и то же. Нет. Было, было, было. Принимается. Версий много, времени мало. Поэтому 4 последних ответа мы решили свести между собой в очной ставке. Сейчас я назову любую букву и все будет зависеть от быстроты реакции участников. Кто первым нажмет кнопку и даст правильный ответ, тот и будет победителем. Сейчас я назову букву. Буква Ф. Формула 1. Ну что ж, очень хорошо все просто. Действительно, F1 или Формула 1. Ты победитель. Я вручаю тебе приз Дэнди и приглашаю на пятую игру в качестве зрителя. А в финале у нас сегодня будет только одна рубилка. Будет соревноваться кто-то из представителей пар. Они сами решат, кто. Победитель получит вот этот Супер Нинтендо от магазина Дом Дэнди, посетит в кресле победителя. Игру также предоставил магазин Дом Дэнди. На этом картридже две игры, но сражаться мы будем в игру Дабл Драгон. Дэнди, F1, 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 F1. Называется Дабл Драгон. Занимайте места на игровом поле. Дабл Драгон на Супер Нинтендо. Очередная рубилка. В общем-то, рубилок много. Меняются участники, меняются какие-то комбинации суперударов. А принц остается один и тот же. Победить своего соперника. В этой игре решается, кто займет место в автобусе, который, напомню, отправляется в субботу, 10 августа, в 9.30 от ГТРК Янтарь. И вот тот, кто победит в этой рубилке, и займет место в автобусе, который отправляется на запись пятой игры. Пятой игры турнира большего джойстика. Первый раунд за Виктором Любичем. Но для того, чтобы стать победителем, ему надо выиграть хотя бы еще один раунд. Виктор Любич становится четвертым претендентом на главный приз турнира большого джойстика. Итак, завершился финал. И у нас есть четвертый участник нашей пятой финальной суперигры. Им стал Любич Виктор! А я вручаю вам главный приз нашего чемпионата. Это Супер Нинтендо! Виктор, я предлагаю тебе суперигру. Условия хочешь узнать? Хочу. Условия очень простые. Хорошо известная игра в Рестлмане на Супер Нинтендо. Ваша задача вдвоем с папой пройти ее на высшем уровне сложности. Будете рисковать? Согласна. Согласны? Итак, Супер Игра! Те, кто думают, что перед семьей Любичей стоит легкая задача, глубоко ошибаются. Компьютер будет выдавать им по одному бойцу, но всех по очереди. Все шесть представителей. А на высшем уровне сложности, на котором играют наши участники, компьютер способен просто творить чудеса. И победить его очень сложно. Оба игрока выбрали бандита под именем Андертакер. Известный гробовщик. Но некоторая несогласованность в их действиях все-таки наблюдается. Компьютер явно сильнее. Первого игрока они победили. И компьютер выдает второго соперника. Это Лекс Люгер. Первый удар, второй удар. И компьютер победил. Итак, к сожалению, вам не удалось пройти нашу супер-игру. Но не расстраивайтесь. Магазин Дом Дэнди оставляет Супер Нинтендо в вашей собственности. Играйте, вы отчаянно сражались. Вы настоящие бойцы. И мы встретимся с вами на нашей пятой супер-игре. На пятой супер-игре мы также встретимся с семьей Мелеховых. С семьей Ростеньковых. И с семьей Смирновых. Мне всегда заставляет огромное удовольствие вручать призы нашим победителям. Тем более, что получают их они вполне заслуженно. У нас есть четыре победителя наших турниров больших джойсиков, которые встретятся между собой в супер-игре. А мне бы хотелось в завершение напомнить, что данная программа была организована Калининградским телевидением совместно с самым крутым магазином компьютерных видеоигр. Магазином Дом Дэнди. И на сём попрощаться. И пожелать вам всего самого наилучшего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok